До нового года осталось чуть больше двух недель. Уже сейчас в Уфе чувствуется праздничный переполох. Горожане бегают по магазинам и приобретают самые красивые, создающие уют украшения для дома. Выбирая аксессуары, игрушки на елку и гирлянды, не лишним будет задуматься о безопасности новогодних атрибутов. Нередко качество такой продукции оставляет желать лучшего. О подготовке к празднику с умом мы поговорим с главным специалистом-экспертом отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Республике Дамиром Шугаюповым. Дамир Амилевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас настроение перед новогодними праздниками? Совсем немного осталось? Конечно, самое лучшее. И правильнее будет поговорить сейчас. Как правильно выбрать новогодние товары? Разумеется. Это самое главное в наступающем году, чтобы мы встретили его в самом лучшем настроении. А лучшее настроение – это лучший подарок. А из каких материалов у нас сейчас наиболее качественные товары? Как правильно их выбирать при обратении внимания при покупке? Разумеется, есть определенные причины для выбора. И самое главное – обратить внимание, у кого покупаете и что именно покупаете. Поэтому, если вы покупаете даже через интернет, либо непосредственно в магазине, обратите внимание на самое главное. Например, номинование продавца должно быть указанием номинования юридического лица, либо фамилии, отчество предпринимателя, с указанием режима работы его, и, соответственно, способов связи, контакты, адрес и тому подобное. Это самая основная информация, которая должна быть. Если этого нет, это уже стоит обратить внимание о необходимости приобретать товаров у этого предпринимателя. То есть такой звоночек о том, что это рискованное. А подлежат ли новогодние товары как такой сертификации? В зависимости от того, как, конечно, от вида товара. Например, елки не подлежат сертификации, а вот елочные гирлянды, как технически сложные товары и низковольтное оборудование, подлежат обязательной сертификации. И информацию о сертификации вы в обязательном порядке можете запросить у продавца. Если у него нет, это уже второй звоночек, что не стоит приобретать у него товары. Так. А из каких материалов? Вот сейчас популярно, что есть, не знаете, натуральная елка, которая стоит в доме, и искусственная. Вот искусственная. Из каких материалов их производят? Могут ли быть они низкокачественными, которые могут нанести вред здоровью человека? Такое может быть. Искусственная елка производится из различных материалов. В основном, конечно, это пластик. Также применяется металл, стекло и тому подобное. Но, соответственно, на елку искусственную должен быть также сертификат безопасности. Но в зависимости от того, как вид он изготовлен, стоит обратить внимание, в первую очередь, на запах. У елки искусственной может быть небольшой запах пластика. Но если запах очень острый, значительный... Бьет в нос. Да. Только, разумеется, есть признаки уже некачественного товара. Плюс общий вид товара, изогнутость, внешний вид, цвет не тот. Может быть, если торчит что-то, внутренняя часть, например, проволока и тому подобное. Все это свидетельствует о том, что товар имеет не то, что не застатки, а именно, что он некачественный. И произведен, скорее всего, неофициальным производителем. Да, то есть внешний товарный вид у него не соответствует, так скажем. И вот, выбирая между натуральной елкой и искусственной, что бы вы порекомендовали? То есть, какие преимущества у того и другого? Естественно, искусственная елка не портится. Ну, выбор между искусственной и натуральной – это выбор каждого самостоятельно. Я могу только сказать, какие есть, как вы сказали, плюсы и минусы у искусственной или настоящей. Но при выборе, например, настоящей елки, стоит обратить внимание на ее внешний вид. Это должна быть именно елка еловая, так скажем, дерево. Хвойная. Хвойная. У нее не должно быть каких-то изломов. Хвоя должна быть зеленой, изумрудным оттенком. Если ее провести вдоль ветки, то хвоя должна восстановиться в том же виде, каком была. Если же она ломается, и цвет у ней может быть оттенок другой, то значит, что она уже пересохла. То есть, была срублена, скорее всего, давно. Простоит недолго. Да. И осыпется до еще Нового года. Поэтому при выборе натуральной елки стоит обратить внимание, в первую очередь, на ее внешний вид и сохранность. Второй главный пункт – это запах елки. Разумеется, еловое дерево обладает запахом именно хвои. Смолы и так далее. Стоит разотереть несколько хвоинок и вдыхнуть запах. Если он все-таки есть и стабильный, то значит, елка свежая. А если запаха нету, либо он кажется излишне резким, искусственным. Возможно, что елка старая, но ее обработали каким-нибудь для запаха химикатом. И сейчас такая популярная тенденция – елочные базары. А некоторые люди покупают елку, знаете, буквально. У продавцов, обычных граждан, которые выставляют ее, где порекомендуете брать? Потому что нет же гарантии, что эта елка срублена в соответствии с законодательством, в правильном месте. На это есть разрешение. То есть, это же тоже наносит вред экологии несанкционированная вырубка. Разумеется, покупать стоит только официального продавца. Доказать, что продается официальный, у него должен быть договор с лесничеством, либо елочным питомником о том, что он срубил у них дерево. И, соответственно, может его продавать. Если такого договора нет, значит, это уже браконьерство. И вы, соответственно, покупаете товар уже с нарушениями. Поэтому вы имеете полное право потребовать у продавца соответствующий документ, подтверждающий, что он приобрел, либо самостоятельно срубил дерево в установленном порядке, в установленном лице. Тот, у кого есть положенное разрешение, ему бояться нечего, он все предъявит без сомнения. Разумеется. А какая ответственность для людей? Потому что есть же те, кто просто идет в лес и срубает, не предпочитает покупать, а тратиться. Думая, зачем это нужно? Чем чревато подобное? Ну, вообще-то это административное правонарушение. И органы полиции могут привлечь за это. Ну, соответственно, если поймают лесу, то это, соответственно, лесничество. Если поймают в продаже в городе, это уже правоохранительные органы. Поэтому, чтобы не попасться, лучше не приобретать елки у неустановых лиц и, соответственно, не рубить их самостоятельно. А в каких числах порекомендуете покупать именно елку настоящую, натуральную? Мы говорили о том, что в Уфе открылись елочные базары. И они уже сейчас, буквально с 15 декабря, по-моему, начали работу в большинство точек. Где вы порекомендуете и в какие даты брать? Непосредственно перед Новым годом или заранее позаботиться об этом вопросе, чтобы наполнить атмосферой? Ну, также время покупки каждый выбирает сам. Кому-то удобно в последний момент купить, кому-то заранее. Но, как я уже говорил, если покупаете натуральную елку, учитывайте, что до Нового года все-таки еще две недели. И поэтому, если берете свежую, она простоит две недели спокойно. Но если у нее уже есть подсушенные и так далее, ломкая хвоя, скорее всего, вы можете не дождаться Нового года с пушистой елкой. Есть же тенденция, когда елки еще долгое время после Нового года стоят, все никак их не могут утилизировать, выкинуть. И потом даже некоторые соревнования, кто позже продержит эту елку у себя. Говоря о атрибутах Нового года, это еще, несомненно, гирлянды. Как их правильно выбирать и где лучше покупать? На что обращать внимание? От елки перешли к украшениям елочным? Ну, конечно. Гирлянда что для елки, что для улицы, это именно что самое праздничное настроение. Поэтому при ее выборе стоит действительно обратить внимание на некоторые пункты. Как я уже сказал, гирлянда это низковольтное оборудование, на нее должен быть сертификат. Поэтому покупая, вы вполне можете обратиться к продавцу для представления этого сертификата. Если его нету, и плюс на гирлянде, на ее упаковке, и сомнительная информация, либо на иностранном языке, без русского языка, нет необходимой информации о производителе. Также гирлянда, если нету информации об ее инструкции по пользованию. Все это признаки некачественного товара. И поэтому стоит все-таки, по нашему мнению, отказаться от приметения такого товара. Да, часто бывает такое, что люди экономят на комплектующих, так скажем. И часто это чревато последствиями. Лучше, мне кажется, один раз переплатить, чем потом пострадать. И, как еще один атрибут, мы буквально недавно говорили о пиротехнике, петардах, салютах, фейерверках. Где их лучше покупать? Тоже сертифицированные базары наверняка есть. Ну, на базарах их не продают. Это самое главное. Пиротехнику стоит покупать только в официальных магазинах. Есть пожарные требования к размещению этих магазинов. Это, например, верхние этажи торговых центров, отдельно стоящие здания, вне пределах жилых помещений. Поэтому, если вам продают где-нибудь пиротехнику в квартире, то это прямое нарушение. Стоит обратиться в правоохранительные органы и в пожарную часть об этом. Также стоит обратить внимание, какой именно салют и фейерверк, то есть пиротехническое изделие вы покупаете. Есть различные категории опасности салютов. Это с первого по третий имеют свободную продажу, а все, что выше третьего, уже специализированными должны приобретаться организациями, имеющие соответствующую лицензию на использование такого вида пиротехники. Поэтому приобретение товара, обратите внимание, какой класс опасности на нем указан. Первый, второй, третий. Если иные классы указаны, или он не указан вообще, то это уже контрафактная продукция. И о ней нужно сообщить? Сообщить с определенными органами, в том числе и к нам. А вот как раз сообщить к вам, Дамир Амельевич, куда обратиться к горожанам по вопросу некачественных товаров? Есть ли какая-то горячая линия? Разумеется, есть горячая линия управления Роспреднадзором по республике Башистан. Ее телефон 8 800 790 30. Также на нашем сайте можно ознакомиться со всей актуальной информацией. У нас есть специальный телеграм-канал с самыми актуальными сведениями, в том числе и подготовки к Новому году. Если у граждан есть какие-то вопросы, они спокойно могут обратиться к нам. Но стоит все-таки учитывать, что если приобрели некачественный товар, или есть какие-то недостатки в нем, даже у официального продавца, то в первую очередь покупатель должен обратиться к продавцу с соответствующим заявлением о том, что ему продали некачественный товар. И потребовать, соответственно, либо устранение недостатка, либо возврат денежных средств. И только в случае, если отказываются удовлетворение требований потребителя, тогда стоит обратиться к Роспотребнадзору. А вот процедура того, как происходит. Если продавец отказался, он обращается дальше к вам, а вы предпринимаете какие ваши дальнейшие действия? Ну, в зависимости от того, что именно просил покупатель. Если он просил возврат денежных средств, и у него есть для этого основания, но продавец ему отказывает, у нас есть способ судебной защиты прав потребителей. Потребитель обращается к нам с соответствующим заявлением, а мы собираем документы, подготавливаем исковое заявление, направляем его в суд. И, соответственно, участвуем в судебных заседаниях для защиты прав потребителей. Спасибо большое, Дмитрий Ромильевич. Напомню, о подготовке к Новому году мы говорили с главным специалистом-экспертом отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Дамиром Шугаюповым.